Библия Это так и есть Это очень серьезно Сегодня мы тоже ехали в машине Люди с нами сели Говорят, вы до Краснодара? Я говорю, да В общем-то по пути было И разговорили с ними Я говорю, вы Библию читаете? Также Элина продолжила разговор Что-то София сказала Интересно, знаете, как люди мыслят? Ну да, там ее в православной церкви мы осветили и так далее Люди искренно отвечают Искренно, не точно Вы согласны, что сегодня можно искренно заблуждаться? Согласны или нет? Ну вот человек верит, верит Но это заблуждение Он искренний И они говорят, что Я так понял, что они ее, могу предположить Всю точно не прочли Наверное, не читают Так, как должно читать Вот у них, знаете, вот сам вот этот момент Священник осветил Мы в церковь понесли И все Ну поговорили о грехах Немножко я об этом сказал И вот я вам прочту Некие высказывания о Библии Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания Троеточие Религия создала искусство и литературу Все, что было великого с самой древности Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности Англичане правы, что дают Библию детям Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике Библия всемирна Вот единственная книга в мире В ней все есть Александр Сергеевич Пушкин Это наш русский поэт Дальше идем Кстати, хирург Кто у нас был такой известный хирург? Кто помнит На букву П Пирогов Правильно Мне нужен был отвлеченный, недостижимо высокий идеал веры И принявшись за Евангелие, которого я никогда еще не читывал А мне уже было 38 лет от роду Я нашел для себя этот идеал Николай Иванович Пирогов, русский хирург, анатом и педагог Еще одно высказывание Невозможно правильно править миром без Бога и Библии Джордж Вашингтон Я убежден, что Библия является наилучшим подарком Которым Бог когда-либо наделил человека Все наилучшее от Спасителя с большой буквы мира Передается нам через эту книгу Авраам Линкольн Тоже президент Америки 16-й Кого мы еще знаем? Вот ученый, да, то есть философ Существование Библии как книги Является величайшей пользой для всех людей Когда-либо испытанной человечеством Всякая попытка умолить Библию Есть преступление против человечества Эммануил Кант И последнее прочитаю Библия содержит в себе больше признаков достоверности Чем вся светская история Представляете? Исаак Ньютон Английский физик, математик, астроном Я вам прочитал, если честно, таких вот несовременных Бывших наших великих людей Они жили примерно 100-150 лет назад Даже, может быть, больше Что такое Библия? Есть ли у меня сегодня такое понимание? Я вам в то воскресенье читал, когда человек был в музее Датировалось примерно 16-м до веков Где там кровь были, следы на Библии и так далее И Слово Божие у нас сегодня имеется Это очень здорово Как я сказал, люди сегодня жизни отдают За веру в Бога И то, о чем Сергей сказал Помните, у нас утром показывали здесь на видео Когда пастор ехал Ну, это сценка, конечно И пистолет приставили И он сказал, что нет, я сейчас жизнь не отдам А это была просто проверка, может быть Нас с вами Но я вам уже говорил, что сегодня далеко Некоторым до пистолетов к голове Человек просто может потеряться без пистолета Понимаете? Раз и исчез из церкви И так далее Вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю Ему никто пистолет к голове не прикладывал Просто он в меге гуляет Такой может быть, я просто, я утрирую, понимаете? Вот его завлекло вот это все Это очень печально Сколько сегодня сатана порабочает Или пытается поработить людей Знаете, смущает, пугает Сомнения посылает И человек поддавшись А ведь лучшие годы Это все-таки не 80 лет Для, я имею ввиду, для активного потребления Чтобы Бог тебя употребил Все-таки так, молодежь Поэтому нужно идти вперед Слава Богу И сейчас я прочту кое-что из Библии Первое послание Второе послание Петра Это известный текст Мы уже как-то о нем говорили Я, может быть, да Повторюсь сейчас Что Петр, это тот Петр, который шел по воде Это тот Петр Он в прямом смысле шел по воде Он прям взял с лодки, вышел И пошел И прям шел Вы в это верите? Я верю Как знаете Не знаю, был-не был Один приехал, ученый муж Преподавать в духовном заведении Ну и говорит, что Вы знаете, в принципе Такого прям Фараон Бог так не потопил В нашем понимании Они просто Израильский народ Прошел по мели Ну, грубо говоря Вот по коленку По лодыжку Я свое что-то добавлю Так что Там просто есть некий такой мыс По нему вот так прошли и все Один студент говорит Да слава Господу Он говорит Да вы меня не поняли Никто никого не топил Там и так далее Он говорит Да слава Господу Он говорит Что вы хотите сказать? Он встает и говорит Слава Богу Что Бог и на мелководье их потопил То есть И человек верил Что написано в Писании Сегодня очень всякое много мути Которая нас Знаете Сбивать может Жизнь Когда мы сбиваемся Мы не сбиваемся Знаете Так сразу глобально Раз и исчез человек Где-то что-то Поэтому будьте осторожны Чтобы определить Правильно ли я иду Надо вникать В себя И в учение Вот апостол Петр Петр пишет В втором послании В первой главе Как знаете Тот который отрекся От Христа Как вы думаете Если бы он Кто-то отрекся От ковчега Не от ковчега От веры В Бога Мы бы его приняли бы обратно Реально Вот он заявил И ушел Не знаю Петр Отрекся От Бога От Христа Помните Когда Христа Брали И он пишет Послание Он с такой глубиной Это пишет Ведь он горько заплакал Горько заплакал Мужчина Это не просто там Ну да Господи И помните Написано Что когда Христа Уже повели в приторию Да Он Они Взглянув на Петра Помните Нет Представляете Как Петр увидел Христа И он горько заплакал Можем только предполагать Что он Говорил Богу Ведь он вспомнил Что Христос Само говорит Со мной на смерть Пойдешь И вот Петр Второе послание Заканчивает Смотрите Что он пишет 16 стих Первая глава Второе послание Петра Буду же Ибо мы Возвестили вам Силу И пришествие Господа Нашего Иисуса Христа Нехитро Сплетенным Баснем Последуя Но быв Очевидцами Его величия И мы Возвестили вам Силу И пришествие Господа Нашего Иисуса Христа Помните Когда Петр Проповедовал Второй Главе Книги Деяний Говорил о Духе Святом О Христе Даже может быть Больше о Христе Говорил И тогда Уверовало Около трех тысяч Да Я не думаю Что он так Знаете Сидел Кто был на горе Преображения Петр был Когда Христос Преобразился Был Петр был Он видел Он видел Как Христа берут В Гесеманском саду Видел или нет Видел Он точно видел Как он возносился В первой книге Деяний В первой главе Он же видел Как он возносился Он видел Что ангелы Пришли И сказали Что Что вы тут стоите Он таким же образом Опять явится Я сегодня утром говорил Что то О чем мы говорим Реально Если нас со стороны Послушать Некоторые виска Могут покрутить О вечности Говорят О Боге О том Что они будут восхищены В смысле Вы будете восхищены Мы то точно Так верим И вот Петр 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 пишет Что Ибо мы Возвестили вам Силу И пришествие Господа Нашего Иисуса Христа Не хитро Сплетенным Баснем Последуя Мы не басни вам проповедуем Мы не говорим То что нам приснилось Апостолам Павлу Петру Иакову Иоанну Матфею Нет Знаете Есть хитро сплетенные Такие басни Так интересно переведено Это не просто Хитро человек говорит Чушь Может говорить А вот хитро сплетенное Знаете Как есть там Косички плетут И так далее Мы говорим Что ты плетешь Или можем слышать Ну языком Так Петр Говорит Не хитро Сплетенным баснем Последуя Но быв Очевидцами Его величия Помните Христос спросил За кого меня Почитают люди И ученики ему Стали отвечать Одни за Да Пророка Там что-то И так далее Я не могу сейчас Точно вспомнить Что Петр ответил Да Воистину ты Сын Божий Он говорит Петр Не кровь и плод Тебе это открыли Да Но отец мой Но быв Очевидцами Его величия Когда Христос Висел на кресте По нашим пониманиям Какое там величие Человек Человека Распяли Кровь течет В смысле Скорее всего Разбойник Если кто не знает Предисловие Жизни Христа Петр говорит Но быв очевидцем Его величия Его воскресения И дальше 17 стих Ибо Он Принял от Бога Отца Честь и славу Когда от Велелепной славы Принесся Принесся К нему Такой голос Все есть Сын мой возлюбленный В котором Мое благоволение И этот глаз Принесшийся С небес Мы слышали Будучи с ним На святой горе То о чем я вам Минуты три назад говорил Будучи с ним На святой горе Молодежь Иисус Христос Умер И воскрес Вот если бы не воскрес То Павел пишет И вера наша тщетна Можете все собираться И вместе со мной И идти в пиццерию Просто И в ад Навсегда Но это не так Он воскрес Я могу предположить Как он проповедовал В первой главе Деяний О Христе Как знающим Представьте себе Вы бы узнали С кем-то познакомились Возможно Вы кого-то знаете Из наших Чиновников В городе Ух как вы себя Браво вели Я так думаю Ну к примеру Вы заходите в дорогое заведение Магазин Ресторан Кафе Вы знаете что Директор этого заведения Ваш друг Ну реально Ооо Там официанты Что так Куда зашел В чем ты пришел Сними кроссовки К примеру говорю Вы скажете А ну-ка подойди сюда Да Вася Пупочкина Знаешь К примеру Вася засмеялся Вася я не Вот Ну такой Немножко пример И Петр И Петр Петр очень знал Христа Он с ним Ходил И так же Христос Петру Задал вопрос Любишь ли ты меня Петр Три раза Три раза Петр сказал нет И три раза Христос ему Задал этот вопрос Любишь ли ты меня И этот глаз Принесшийся с небес Мы слышали Будучи с ним На святой горе Точка Дальше стих идет И при том Мы имеем Вернейшее Пророческое слово И вы хорошо делаете Что обращаетесь к нему Как К чему Светильнику Библию читать Знаете На теме религии Там Спросят Чтобы хотя бы знать Это не совсем то Как к светильнику Я вам говорю В то воскресенье Если Вы зациклились На проповедях Только знаете Как-то же Бог С вами должен общаться Вам лично Открывать На своем уровне И вы хорошо делаете Что обращаетесь К нему Как к светильнику Сияющему В темном месте Доколе не начнет Рассветать день И не взойдет Утренняя звезда В сердцах ваших Зная прежде всего То Что никакого Пророчества В Писании Нельзя разрешить Самому собою Ибо никогда Пророчество Не было произносимо По воле человеческой То есть Библию не писали люди А дай-ка я напишу Истории израильского народа Нет Это было не так Но изрекали его Святые Божьи Человеки Будучи движимы Духом Святым Дух Святой Через людей Действуя Писал Ветхий Новый Завет Так же переводчики Да Перевели И дальше Второе послание Петра Мама Нашего брата Апостола Петра И еще Мир с Богом Ибо Христос Когда еще Бог доказал Бог доказал нам Свою любовь Мы в то воскресенье Немножко об этом говорили Что Христос Умер За нас Грех И Христос Это две параллельные линии Уберите грех Христу не надо было умирать Он умер Потому что Я так Если образно Есть грех И был грех Грех Настолько Ужасен И серьезен В плохом Понимании В смысле Что нужна была смерть Также послание Кремля Написано Возьмение За грех Что? Смерть Христос Смерть на себя Принял Но Бог Свою любовь К нам доказывает Тем что Христос Умер за нас Когда мы были Еще грешниками Именно Грешниками Не Потому что У кого-то Возможно Нет работы Хотя оно туда Входит Как благословение Я так предполагаю Именно за грехи Молодежь Посему Тем более Ныне Будучи оправданы Кровью Его Оправданы Кровью Его Спасемся Им от гнева Ибо Если будучи Врагами Мы примирились Богу Смертью Сына Его То тем более Примирившись Спасемся Жизнью Его Молодежь Приводил я В то воскресенье Пример Помните Однотысячная Купюра Вот так вот Помять ее Я ее мял Кого не было Топтал здесь Вот И она все равно Имеет ценность Ценность Такую Если перевести На нас Что сына отдал Мы это слышим Может быть тысячи раз Я например Читаем Слышим Думаем Но как бы мы ни думали Я думаю Не знаю Ну Помните Как написано Уразуметь превосходящее Разумение Любовь Божью Голгофа Смерть Воскресение Христа Двоеточие Любовь Бога Это не просто Исторический момент Крест Люди Сегодня Там Щепки покупают От креста Как дерево Думают Это крест Я конечно не знаю Но он Ничего не даст Как я вам говорил Женщина там Осветила Библию От этого тоже ничего не будет Все равно Человек идет При этом в ад Надо Чтобы Слово Божье Оно зажило И апостол Павел Петр Центр у них Всего является Господь наш Иисус Христос Умерший Представляете себе Когда Христос Висел на кресте Вот В невидимом мире Приносилась жертва Тогда священники Из Ветхого Завета Приносили животных Проливалась кровь Там Была целая процедура А теперь Христос Себя Свою кровь Пролил За все человечество Это очень серьезно Как я вам сказал Мы От видеокамер Уже Ну как Не то чтобы смущаемся И некий страх имеем Это нормально Я же не говорю Что их Что их надо игнорировать Это нормально Но Хожу ли я сегодня Пред Богом Является ли Для меня Христос Или хотя бы На пути к этому Что Благодарность ему За его голгофскую жертву Является ли для меня Голгофа Мы поем Приходи почаще На Голгофу Я не хочу Оспаривать сейчас Автора Но с нее уходить Как-то опасно Понимаете О чем я говорю Приползти можно Возможно А вот Уйти Легко зайти Наверное Не получится Когда Вы покаялись Бог вам простил Грехи Вы в это верите Грехи Но не просто так Простил Пришел человек Бог очень праведен Он свят Мы не можем К нему прийти Он Только через Сына своего Иисуса Христа Пролитая кровь За него Проливалась кровь Прощаю Проливалась кровь Прощаю Сколько мы сегодня Можем друг другу Делать ран Как братья По вере Вы только вдумайтесь Если мы все Допустим Будем на небе Это не мой вопрос Но каждый за себя Мы навечно С вами знакомы Молодежь Навечно Я Сергея Вечно буду знать Понимаете о чем А мы тут Какие-то 80 В лучшем случае Бог за каждого 80-80 лет Живем И можем Поссориться с кем Какой брат Или сестра Кровь Проливалась Это Вот это Церковь Христа Это невеста Он придет За ней Слава Богу Поэтому Пусть нас Бог благословит Чтобы мы Больше Больше углублялись Еще раз Прочту Второе Послание Петра И притом Мы имеем Вернейшее Пророческое Слово И вы Хорошо Делаете Что обращаетесь К нему Как к светильнику Сияющему В темном Месте Доколе не начнет Рассветать День И не взойдет Утренняя звезда В сердцах Ваших Ооо Это реальное Состояние Человека Баптиста У баптиста Может быть Очень темно Очень Что отличает Ивановский христиан Баптистов От других Я вот так Размышлял Для нас Библия является Слава Богу До сих пор Еще авторитетом Я говорю Объективно Субъективно Не для всех Как я думаю Поэтому Молодежь Добросит нас Господь Чтобы Слово Стало для нас Действительно Словом Божьим Я приводил Пример Если Вадик Тебе напишет Девушка Письмо Или мне Вам Братья Или сестрам Мы не будем Его на два года Растягивать Я думаю Мы за один присес Прочтем Что же она там Написала Понимаете Бог оставил Своё слово До кольни Начнет Рассветать День Утро будет Через часов Примерно Девять Может быть Десять И начнется Рассвет Вот так в сердце Должно быть У верующего Человека У проповедника Темно Может быть И не взойдет Утренняя звезда В сердцах Ваших Вы видели Как-нибудь Утром звезду Есть одна У нас планета Могу ошибаться Венера что ли Вот её можно Заметить на небе Там луна Может ещё светить До 11 утра Если не больше Это должно Происходить У нас Через Слово Божье Зная Прежде всего То что Никакого Пророчества В Писании Нельзя разрешить Самому Собою Ибо Никогда Пророчество Не было Произносимо По воле Человеческой Но Изрекали Его Святые Божьи Человеки Будучи Движимы Духом Святым И ещё Последнее Вы замечали Как заканчивается Последняя книга Вообще Всей Библии 22 глава Книга Откровения 22 глава 17 стих И дух И невеста Говорят Приди И слышавший Да скажет Приди Жаждущий Пусть приходит И желающий Пусть берет Воду жизни Даром И я также Свидетельствую Всякому Слышащему Слова Пророчества Книги Сей Я думаю Тут есть несколько Толкований Так на первый Взгляд Может быть Кидается Что именно Книга Откровения Но всё равно Мы понимаем Что Библию Нельзя Перешивать Я также Свидетельствую Всякому Слышащему Слова Пророчества Книги Сей Если кто Приложит Что к ним На того Наложит Бог Язвы Которых Написано В книге Сей Если кто Отнимет Что от Слов Книги Пророчества Сего У того Отнимет Бог Участие В книге Жизни И в Свидетельствующие Говорит Ей гряду Скоро Аминь Ей гряди Господи Иисусе Благодать Господа Нашего Иисуса Христа Со всеми Вами Аминь Вот так Заканчивается Последняя Книга Библии Благодать Господа Нашего Иисуса Христа И здесь Иисус Христос В последнем Стихе Вообще Всей Библии 66 Книга Заканчивается Такими Словами И это Очень серьезно Молодежь Действительно Слово Для нас Было Особенно Те которые Сейчас Молодые Ну в смысле Все мы тут Молодые Относительно 15-20 лет Не промахнитесь Не Не зацикливайтесь Только на том Что я пою Или я Вот в церковь Хожу и все Как-то личное Должно быть Личное Поэтому пусть Нас Бог В этом благословит Все о чем мы Говорим Когда-то придет Этому конец Ведь будет Встреча с Богом Ну реально Точно будет И сегодня люди Что-то может быть Думают Говорят Павел Бобовик Рассказывал Что у них В университет Зашел преподаватель И взрослый мужчина Как я понимаю Говорил вообще Мягко сказать Чушь Да Он объяснял Что Перун Прилетел на космолете И высадил людей Вот так в общем Жизнь образовалась На земле Человек так понимает Представьте себе Я слышал этот пример Я вам скажу Представьте себе Вы сидите в самолете В Москву Да Аэропорт Пашковский Вадик вас провожает всех Вот мы все сидим Да И тут забегает Один паренек И нам говорит Слушайте Ковчег Мы такие Да Вы уверены Что он вообще Взлетит самолет Ну я думаю Вы ему отвечаете Да я Мы так об этом не думали Взлетит или нет А что такое Да я вот не уверен Что он взлетит Не взлетит Мы ему говорим Ну и что ты хочешь Я все таки Спущусь с трапа Не знаю Я хочу проверить Взлетит он Не взлетит Мы же не можем проверить Что Есть рай или нет Вот так вот прям Конкретно я имею ввиду Мы же верующие Или вы проверяли Есть рай Нет рая Вы щупали огонь в аду Я думаю нет Вы щупали Мы верующие люди Христос умер И воскрес Так вот Этот паренек Реально сходит С этого самолета Вы смотрите В иллюминатор Вот дает Стоит Его там шухерят Те которые Самолет отправляют Да И вот он стоит Смотрит Хочет проверить Взлетит он Или не взлетит Потом голову почешет На следующий Может быть рейс сядет А мы сидим Сидим Так Я бы чуть дрожал Наверное Кто знает О чем я тут Понимает Вот И он смотрит Самолет Начинает ехать На полосу Выезжает Разгоняется И отрывается От земли Шасси складываются И летит Мы смотрим Вот это ты даешь Мы ему машем ручкой В иллюминатор Он говорит А теперь верю Он оказывается Взлетел А мы ему отвечаем Хором Копчегом Теперь Поздно Все Взлетели Вот такие люди Сегодня Которые не верят В Бога Которые верят Как я говорил В ложь Он верит Он ходит Которые может быть С вас смеются Такие могут быть Даже не все верующие Вас может быть Понимают Но они точно Поймут И удостоверятся Но будет поздно Не дай Бог Конечно Взлетел Самолет Оказывается Есть Бог И церковь взята Не Ковчега А церковь Вселенская Из Ковчега Надеюсь будут Да Все Все будет суд И те Которые Были скептики Смеялись Гордые Гордые Можно ездить Как на Запорожце Так и на Лексусе На Запорожце Можно еще быть Круче Гордости Очень много Может быть И так далее Они все Удостоверятся Но будет Поздно Не дай Бог Чтоб это с нами С кем это было Молодежь Поэтому не смущайтесь Лучше утешайтесь Из Писаний Христос Умер Это в прошлом Исторически Но она Кровь действенная Если кто-то из вас Хочет покаяться Вы можете здесь Покаяться Так или нет Кровь Христа Она еще Действенна Дверь открыта Там написано Рай Ну и так далее Поэтому Доблазит нас Господь Чтобы мы не оказались В этом смысле Опоздавшими И не пренебрегайте Общениями Чтением Учением Молитвой Пусть Бог благословит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова